Деградация мужчин продолжается, можете со мной не соглашаться, может вам повезло. Половые органы мужчин вынесены наружу, хотя это смертельно опасно было в условиях выживания в древнем мире. Это беззащитность полная, но все равно снаружи. Причина – особое условие созревания сперматозоидов, пониженной температурой лич, как постоянное взбалтывание. Иначе здоровых детей не будет. Дальше, я не буду сейчас, вот это вот 600 миллиардов миллионов сперматозоидов, это такое расточительство только ради того, чтобы один самый здоровый попал по назначению и родился здоровый ребенок. Больше 600 миллионов нету и не будет, благодаря трусам, плавкам. Поэтому, извините за эту тему, вы можете прямо сейчас отключиться. Вот, все начинается с памперсов, ясно, и заканчивается вот этим. Значит, процент геев растет, причина, я только про мужчин, про мальчиков. Процент геев растет и вырастет когда-то. Они уже правят миром, кто не знает. Но у них своеобразная психика. Вот. Поэтому, пример хотите? Ой. Какой-нибудь хам бьет женщину, убивает вокруг мужчины. Ну, то есть, люди в штанах. Ну, дальше не буду. Прочете вот это все. И только мне удалось. Единственное, я, когда, это я давно знаю Исаак, ну, знаю, потому что, вот знаю и все. И трудно догадаться, для чего это, вынесенные полуорганы наружу. Дурак, тот поймет. Вот. И только в одном случае я прочитал. Следует, кроме меня, отказаться от тесного беля плавок, перейти на классические семейные трусы. А я вам добавлю, вот видите, а, кстати, чтобы те стиклы не прижимали стволы, я вам добавлю. Ходите, не в семейных трусах, ходите вообще без трусов. Вот. Это не те времена, когда трусы были обязательно, как это самое, как нательное белье. Вот. Я мужчинам говорю, а то скоро уже не останется никого. Что такое слабый мужчина? Это тот, который прошел весь курс от этих, от самых памперсов, закончил плавки, которых он смотрит самовыженно. Так? Вот. Он уже никогда не будет настоящим мужчиной, потому что у него мало вырабатываются мужские гормоны. Он об этом не знает. Мужские гормоны – это А. Здоровье, Б. Ум, В. Выносливость, так? Нет. Г. Смелость, храбрость. Вот. Нету мужских гормонов или мало их. Это что? Это такое уже не он, а где-то оно. Вот. Негоден, ничего. Это семейные измены, это презрение окружения, это отворачиваться там, где ты должен стать мужчиной. В общем, я вам все это наговорил, только для того, чтобы поверить, что это все серьезно. Вот она. Нужна температура, я уже взял из этого, из официального справочника. Вот это я от себя писал, потом плюнул и полез в интернет. Нашел. Вот это я нашел. Вот. Нужна температура, надо градуса ниже. Обеспечьте температуру своим детям, и у вас будут вырастут мужчины. Почему это не проходит в школах, на уроках биологии? Вот. Почему об этом, когда приходят, жалуются к врачу, врач не с этого начинает? На тебе трусы, снимай трусы. На детей жалуйтесь, если это. Так они растут-то какими-то инфантильными. Инфантилизм погубит на... Я первый сказал. Первое, что нас погубит, это доверчивость. Главное, национальный мужчина. Но это наше уже навсегда. И через тысячи лет наш народ будет такой же. Это наши черта. Она сродни доброте, она сродни вот этого доверчивость. Это как сродни доброте. Ну, то есть, доверчивость, человек, он всегда добрый. Поэтому мы так и живем. Хреново. Вот. А здесь другое совсем. Здесь речь идет уже о физиологии. Вот. А физиология, это такая вещь, которая... Так. Мы были когда-то, до нас было побольше шерсти. Вот. Образ жизни. Съедят, убегай. Хочешь кушать, догоняй. Все трясется, все, что надо, трясется. Вот. А теперь то, что случилось, идет деградация уже всего генофонда. Все. Достаточно сказал. Остальное прошуете сами. И запомните про эти два градуса ниже нормы. Не будет этого. Я еще, ну, не могу отказаться за мысль. Ну, я сам знаю два таких случая. Бесплодие. В одном случае яички оказались внутри тела, в другом случае операцию сделали, но поздно. Где-то на третьем году. И тоже бесплодие у мужчины. Но ведь когда ты одеваешь плавки, мальчик одевает плавки, это не то же самое, что яички внутри. У них же температура получается та же, что у тела. Еще раз. Два градуса. Вот. И когда-то, я надеюсь только, что, ну, где-то там наверху хоть один умный человек. Это не моя проблема. И не проблема там нескольких человек. Подумаешь, там нескольких человек. От рода должен быть слабый, но он станет геем, пронося всю жизнь в тесные трусы. Но сильный мужчина не будет никогда у нас. Побрем, пропадем из-за этого. Сейчас никто не знает, что такое мужчина 300-500 лет назад. Сгорела Москва. Через год полностью отстроена. Сейчас сгорела, и будет, жди, когда тебе построят дом. Продолжение следует... Продолжение следует...